Кто не знает Александра Сергеевича Пушкина, одного из величайших поэтов всех времен и народов. Его имя гремит по всему миру, памятники ему стоят даже на краю света, а поэзией Пушкина и в наши дни очарованы миллионы человек. Поэтов такого масштаба в мировой истории можно пересчитать по пальцам, и Пушкин по праву занимает в их ряду одно из первых мест. В четырехлетнем возрасте будущий великий поэт едва не погиб под копытами императорского коня. У Пушкина была одна странная фобия, он боялся сломать длинный ноготь на мизинце, а поэтому во все поездки всегда брал с собой золотой наперсток. Юный Пушкин был очарован французским языком и французской поэзией, за что получил от своих сверстников прозвище «Француз». Из 30 учеников лицея Пушкин по суммарной успеваемости занял 26 место на момент окончания этого престижного учебного заведения. Будучи несдержанным на язык и очень вспыльчивым, Пушкин принимал участие во множестве дуэлей. Однажды он даже стрелялся со своим близким другом Кюхельбекером, который вызвал поэта на дуэль из-за обидной для него шутки. К счастью, все обошлось, так как секунданты зарядили им пистолеты не пулями, а клюквой. Пушкин неизменно пользовался успехом у противоположного пола, и женщин в его жизни было очень-очень много. Так как жена Пушкина была выше его на пол головы, на светских мероприятиях он к ней не подходил, чтобы эта разница в росте не бросалась людям в глаза. Будучи поклонником карточных игр, Пушкин часто проигрывал крупные суммы денег. В своих рукописях Пушкин оставлял много рисунков, очень, кстати, талантливых. Пушкин пережил 20 дуэлей, но 21-е стало для него роковой. Тургенев считал стихи Пушкина лекарством от депрессии и в случае плохого настроения рекомендовал прочитать их не менее десятка раз. Известное стихотворение «Граф Нулин» было написано Пушкиным за одну ночь, когда ему срочно потребовались деньги для уплаты долга. Первая дуэль Пушкина состоялась еще в годы его обучения в лицее. В Эфиопии есть памятник Пушкину, на постаменте которого написано «Нашему поэту». Ничего удивительного, у Пушкина ведь были эфиопские корни. После гибели Пушкина император лично погасил все его долги, несмотря на то, что его взаимоотношения с поэтом можно было назвать довольно натянутыми. В восьмилетнем возрасте Пушкин уже писал стихи на французском языке. Идею написания знаменитого ревизора Гоголю подкинул именно Пушкин. Бран Пушкина отзывался о нем как о непривлекательном мужчине. Всего Пушкин владел более чем десятью различными языками. Именно благодаря Александру Сергеевичу русский язык обогатился множеством новых слов. Спасибо за просмотр и до новых встреч!